Арктический форум Географический разброс территорий – проблемы у муниципалов общие. Поэтому инициативы одного субъекта позволяют решить проблемы соседей. Болевых точек, решение которых кроется в изменении федерального законодательства, только у Ненецкого округа перевалило за пять. Авиаперевозка, да и немало авиации, о чем мы уже и говорили в 2015 году на площадке ассоциации арктических муниципалитетов. Но, к сожалению, вопрос до сих пор не решился. И сегодня я планирую снова об этом сказать. Это по государственной поддержке наших региональных авиакомпаний по приобретению воздушных судов. Есть такое постановление 12.12, в котором государство компенсирует лизинговые проценты по лизинговым платежам нашим перевозчикам, тем, кто приобретает новые воздушные суда. Но, к сожалению, в нем нет понятия вертолета. А правило перевозки пассажиров говорит о том, что, например, через море, на острова можно лететь только на вертолете. Сегодня на Ан-2 мы не можем лететь. По речным тоже есть огромная проблема. На сегодня очень устарел парк пассажирских судов. Вот правила, даже они не скоростные. То есть у нас это наши речные трамвайчики, которые там 94-го года выпуска. Для того, чтобы их сейчас восстановить, то, что порядка 5 миллионов надо на каждый пароход, но ведь он не решит проблему. Вы сами знаете, что наши жители, особенно те, кто подальше от Наринмара, говорят, что мы устали ездить по 8 часов в день только до Наринмара. Потом столько же обратно. Поэтому мы хотим предложить аналогичный подход как по авиационным судам и по речным пассажирским судам, чтобы государство рассмотрело возможность, может быть, субсидирования также вот этих лизинговых платежей для наших компаний. Может быть, какой-то другой механизм будет придуман. Но в любом случае судно, оно тоже не дешевое. Еще одна проблема – обращение с твердыми бытовыми отходами. Этот дом в поселке Индиго в скором времени сдадут в эксплуатацию. Вот только пользоваться благами цивилизации будет опасно. Септики однажды поплывут. Вывозить нечистоты в муниципалитете некуда. Обращение с твердыми бытовыми отходами – проблема номер один во всех селах Ненецкого округа. У нас есть такая проблема. Это обусловлено территориями нашими, то есть транспортная составляющая очень сложная. Твердые коммунальные отходы. На сегодняшний день у нас занимаются ими муниципальные казенные предприятия. То есть сегодня мы занимаемся сбором, транспортированием и хранением. Ну и конечно же нужно будет решать вопрос в дальнейшем по утилизации. В округе на сегодняшний день, я думаю, что летом будет определён оператор по как раз обращению с твердыми коммунальными отходами. Ну и в дальнейшем работа будет налажена. То есть сегодня этот вопрос стоит очень острым. Решением проблемы может стать изменение норм Санпина. Они не могут быть одинаковыми для юга и севера России. С такой инициативой делегация Ненецкого округа выступила на форуме Ассоциации муниципальных образований. Ну Арктика – это вообще очень своеобразный регион, да, очень сложный, там суровые условия. Поэтому зачастую те федеральные законодательства, которые регулируют в общем некоторые вопросы, оно не подходит для Арктики. Так как большие территории, малая плотность населения. Поэтому мы выносим те темы, которые в нашей жизни очень важны, во-первых, для нас. А во-вторых, ну так скажем, федеральный уровень достаточно в общем прописал их. И исполнить их на территории такого субъекта, как мы, где очень большие расстояния, малая плотность населения практически невозможна. Поэтому мы хотели бы это рассмотреть. Вопросы, которые подняли участники заседания, самые актуальные для людей, живущих на арктической территории. Это транспортная доступность и обеспечение мобильности населения, развитие предпринимательства, задачи и роли промышленных предприятий, ресурсы обеспечения муниципальных образований Арктики и многие другие. Решение их во многом зависит от глав муниципальных образований. Это основа, по моему глубокому мнению, основа нашей политики в Арктике, присутствия в Арктике, если мы сегодня муниципалитеты. Без их развития, без их поддержки никогда не будет наша национальная политика в Арктике поддержана. Я думаю, что проводя международные мероприятия, мы должны помнить о том, что Арктика это российская. Мы свои интересы должны всячески представлять, а представлять может только вы. На сегодняшний день органы муниципальных образований не в полной мере задействовали свой потенциал, отмечают эксперты. Поэтому форум должен стать связующим звеном между муниципалитетами и правительством России. По итогам форума арктических муниципалитетов его участники приняли резолюцию, которая направит президенту страны Владимиру Путину и председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Резолюция включила в себя более 20 пунктов, которые реально помогут развитию арктических муниципалитетов. Среди предложений развития Северного морского пути, бюджетные гарантии, подготовка кадров, поддержка молодежи, сохранение социальных льгот и гарантии для северян. Отдельной строкой прописана необходимость создания арктического транспортного каркаса, который создаст эффективные внутренние пути для кооперации по технологическим цепочкам. Это рассмотрение вопроса строительства железной дороги в Иркута-Индига. Впрочем, далеко ходить за решением проблем, озвученных на форуме муниципальных образований, не пришлось. Свои предложения в части пассажирского судостроения в выставочном центре Северного федерального арктического университета, который стал основной площадкой проведения международного арктического форума, представила Объединенная корпорация судостроения. На ее базе в настоящее время консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Корпорация для Севера может предложить вопросы пассажирских перевозок. У нас действует льготная лизинговая программа, которая позволяет достаточно дешево для заказчиков построить суда. Мы можем строить по любым проектам. Последний из данных судов – это проект А45, быстроходное суда. У нас завершается строительство судов на воздушной подушке. Мы можем готовы предложить решение для любого заказчика под его пожелания. А вот здесь еще один крупнейший, в буквальном смысле, помощник северных регионов – холдинг «Вертолеты России». Компания в прошлом году поставила в Нейнский округ вертолет Ми-8 МТВ-1. В этом году регион по федеральной программе приобретет еще один вертолет для санитарной авиации. Вы знаете, на сегодняшний день при поддержке Министерства промышленности и торговли, Министерства здравоохранения совместно с Министерством транспорта Российской Федерации наш холдинг реализует программу развития санитарной авиации на территории Российской Федерации. Определены 34 труднодоступных регионы постановлением правительства Российской Федерации. Значит, определен размер субсидирования данных регионов. А наш холдинг в рамках этого проекта в этом году поставит 23 вертолета Ми-8 АМТ и МТВ, соответственно, и 6 вертолетов «Ансад». В этом году программа начинает свой старт, и мы надеемся на дальнейшее продолжение по развитию данной программы с распространением на все регионы Российской Федерации. Ваш регион также принимает участие в этом проекте. Впрочем, и это еще не все. Арктическим регионом холдинг «Вертолеты России» на форуме презентовал многоцелевой гражданский вертолет Ми-8 АМТ в арктическом варианте. Он имеет ряд конструктивных особенностей, дающих возможность его эксплуатации в условиях низких температур. На вертолете установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска двигателей при температуре до минус 60 градусов при автономном или безангарном базировании машины. Дальность полета вертолета при установке дополнительного бака может достигать до 1400 километров, а продолжительность более 7 часов. Свои проекты на выставке представили и сами арктические регионы. В выставочном павильоне площадью более 1400 квадратных метров была организована экспозиция, посвященная комплексному социально-экономическому развитию арктической зоны. Здесь и Красноярский край, и Республика Коми, и Архангельская область, и Нейнский автономный округ. Каждый регион представил свои проекты, на реализацию которых требуется помощь инвесторов. Не исключением стал и наш регион. Сергей Кулаков шотит. Удары в бобин как средство привлечения инвесторов. Нейнский округ готов к реализации крупнейших проектов. Один из них – глубоководный порт в Индиге. Основным проектом инвестиционной инвесторской опорной зоны на сегодняшний день является строительство глубоководного порта Индига. Это опорная точка Северного морского пути. Наша гордость, который вошел в список приоритетных проектов, утвержденных Министерством экономического развития, и вошел в проект новой государственной программы социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, что для нашего округа является большим достижением. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Декларация о намерениях по инвестированию в данный проект была согласована Росморричфлотом с некоторыми заявлениями, которые мы сейчас отрабатываем. Также были направлены письма с предложением о сотрудничестве, и сейчас мы работаем с нашими потенциальными инвесторами. Параллельно этому идет еще один инвестиционно-привлекательный проект – это строительство участка дороги Сосногорск-Индига. Наряду с промышленными объектами Ниинский округ развивает и туристическую отрасль. В этой сфере самые амбициозные проекты. Это туристическо-рекреационные классы, которые мы планируем сделать на базе нашего турцентра. Это с горнолыжными склонами, с аквазоной, большим кемпингом, с пустозерским острогом и системой гэс-хаусов по всему региону, чтобы туристы прилетали и могли в зоне туристической привлекательности сразу у нас оказаться и получить комфортные условия и услуги в сфере туристического сервиса. Мы сейчас находимся на стадии проектной разработки, и, соответственно, мы можем презентовать только пока проект. Я надеюсь, что через год у нас проект уже появится в полноценном виде, после которого мы начнем полноценный поиск инвесторов и будем выходить на отношения в сфере государственно-частного партнерства. Арктический форум – серьезная площадка для поиска потенциальных инвесторов. Каждый северный регион представляет проекты, реализация которых даст новый виток развития и потянет за собой все остальные проекты. У республики Саха-Якутия целый комплекс инвестиционных проектов, которые планируется развивать в составе северо-якутской опорной зоны. На сегодняшний момент уже подготовлена концепция его развития, в которую, помимо прочего, вошли два системообразующих проекта. Первый проект – это модернизация флота и строительства судов на базе высокотехнологичной ажиотайской судоверфи и морской порт Тикси. Корпорация развития республики Саха-Якутия осуществляет подготовку и реализацию данного инвестиционного проекта. В настоящее время разработан бизнес-план финансовая модель, в разработке находится проектно-смертная документация. Судоверфь будет создаваться на базе уже существующего завода, житайского судоремонтно-судостроительного завода. После ввода в эксплуатацию проектная мощность судоверфи составит 10 речных судов в год. Кроме того, можно будет модернизировать до 6 судов в год и проводить также ремонтные работы и утилизировать сюда, на другом берегу. Арктика – это не только добыча нефти и газа, развитие северного морского пути и реализация промышленных проектов. Арктика – это и кладовая природа. Всё самое вкусное и полезное представила компания «Гелиус» из Архангельска. Это комбинированные продукты, которые в сочетании обладают определенными свойствами. Это продукты, которые способствуют акклиматизации, адаптации человека на севере, которые поддерживают иммунную систему, способствуют повышению резервных возможностей организма, а также выносливости, работоспособности, а соответственно, если используются военными, то и боеспособности. А что у них в основе лежит? Какие-то северные травы? Экстракты из лекарства растительного сырья. Потому что в лекарства растительного сырья содержится естественно комбинированный витаминно-минеральный комплекс, который очень хорошо усваивается организмом человека. Он не воспроизводится никак. И это самое главное. За 25-летнюю историю предприятие изготавливало витамины для восстановления солдат после ранения. Начиная с 2011 года витаминизированные напитки успешно используются в питании космонавтов на Международной космической станции в составе дополнительного набора продуктов и формируются по индивидуальным вкусовым предпочтениям космонавтов. Инвестиционные проекты, исследования, перспективные разработки, достижения в сфере науки и технологий – все это направлено на ответственное освоение Арктики. Решения, принимаемые на форуме, словно петли, нанизанные на спицу – фундамент развития арктической территории, которым должен стать закон о социально-экономическом развитии Арктики до 2020 года. Его обсуждение стало ключевым моментом сессии «Арктика. Интеграция усилий в соответствии со стандартами развития». Арктический законопроект уже 8 лет гуляет по коридорам власти в поисках оптимального варианта. «Сегодня мы ждем принятия, вернее внесения правительством Российской Федерации закон об арктической зоне в Российской Федерации. Его затянули уже до неприличия, на мой взгляд. Более того, насколько мне известно, уже дискуссии сегодня ведутся, а нужен ли он или не нужен. Но вот те дискуссии, которые были на площадках, они говорят о том, что закон этот нужен. Нужно объединять законодательство, арктическое законодательство в один непосредственный закон. Нужна программа по развитию Арктики. К сожалению, которую они внесли в программу правительства, она не выдержит никакой критики. Мы ее вернули на доработку, приняли за основу на нашем профильном комитете. Правительство над ней сегодня работает. Даже несмотря на то, что сложнейшая финансовая ситуация в целом в Российской Федерации, безусловно, нужно изыскивать средства, федеральные средства на развитие Арктики». Вопрос развития Арктики стал топовым в повестке дня. Эта территория имеет существенный экономический потенциал. Но не стоит забывать, отметил заместитель министра экономического развития Александр Цибульский, что Арктика – это и естественная среда питания огромного числа людей, а точнее, порядка трех миллионов человек. Поэтому в основу развития Арктики ложится социально-экономическая составляющая через опорные зоны. «Это не новая идея, она на самом деле была сформирована в рамках 172-го федерального закона в России, это закон о стратегическом планировании. В рамках этого закона перед нами стоят функциональные задачи написания стратегии контрастного развития и в целом новое осмысление подхода планирования. Но Арктика уникальна тем, что в силу той специфики, которую я сказал, она может быть отличным полигоном для того, чтобы опробовать эти подходы по такому стратегическому территориальному планированию, планированию деятельности всех участников на такой отдельно взятой территории. И мы постарались эту идею воплотить, и воплотить ее в Крайти Генерального закона, который сегодня говорилось об Арктической зоне Арктической федерации. Сработа над ним еще не завершена, но основу этого закона, по нашему мнению, уже сегодня составляет описание этого механизма опорных зон реализации опорных зон. И через применение этого механизма опорных зон, соответственно, планирование всей ответственной деятельности. Создание опорных зон в Арктике поддерживает у губернатора Нейнского округа Игорь Кошин. По его словам, успех развития таких зон во многом зависит от качества рабочей силы, которая будет эти проекты воплощать. Эффективно развивать Арктику можно только при изменении структуры занятости и с помощью частных инвестиций. На наших инвестиционных инвестиций занято порядка 8 тысяч человек. Но если кто-то считает, что это практически четверть жителей угла, то, к моему сожалению, глубоко ошибается. Из 8 тысяч человек наших зайдут в лицо. Почему? Три причины как минимум. Первая – это нежелание работать в арктоме, в сроке, в сроке. Вторая – отсутствие необходимой компетенции. И третья – невысокая оплата суда. Коллеги, я убежден, что компетенция – это наша новая нитка. Тогда почему же нет? Потому что нет персональной подготовки. Нет мотивации. И ключевое здесь – уровень оплаты труда, в отличие от бюджета, условия простыть жестче. Для реализации обозначенных инициатив на законодательном уровне необходимо отрегулировать уровень оплаты труда рабочим Арктики по аналогии с майскими указами президента для бюджетников. Также важно создавать долгосрочный прогноз востребованности рабочих специальностей, развивать технологии, позволяющие повышать компетенцию, а также вести стандарт квалификации. Глава региона отметил большую работу по созданию научных кластеров на базе ведущих вузов Мурманска, Архангельска и других северных городов. При этом подчеркнул, что Наринмар готов стать базой подготовки рабочих для освоения месторождения нефтегазовых провинций севера. Ниньский округ готов предложить проекты, реализацией которых займется молодежь. Об этом Игорь Кошин заявил на Международном молодежном форуме «Арктика сделана в России». Он собрал в Малых Карелах 175 человек. Свои проекты молодые ученые притворяют в жизни в полевых условиях. В этих палатках живут, здесь же устраивают мозговые штурмы и работают над важнейшими для Арктики идеями. Здравствуйте. Расскажите, как вы здесь живете, поживаете? Так, ну в общем, как мы живем. У каждого участника нашей команды есть своя собственная кровать, своя собственная подушка, комплект постельного белья. Все очень теплое, все очень хорошее. В дополнение к этому нам выдают форменную одежду, в которой тоже очень комфортно мы себя чувствуем. Особенно валенки, что характерно именно для Арктики, чтобы было тепло и хорошо. Дмитрий Пыжик – студент САФУ, один из участников Международного молодежного форума. В команде он представляет специалиста по теплоэнергетике. Мы сюда не приходим с конкретно каким-то проектом. Мы здесь решаем проблему опорных зон Арктики, которые послужили бы толчком для освоения Арктики, Арктического региона в целом. То есть привлечение научных кадров, развитие промышленности, в частности энергетики, судостроения, вообще всех смыслов. В общем, главная задача состоит в том, чтобы сделать такую структуру, которая послужила бы толчком для того, чтобы сюда молодежь, молодые кадры приезжали, они уезжали, оставались, учились, осваивали Арктику и, в общем, были полезными для государства. В числе участников не только россияне. 25 человек иностранные гости – представители Китая, Испании, Канады, Финляндии и Исландии. Команды на форуме сформированы по принципу 12 российских специалистов, два иностранных и один участник от коренных малочисленных народов Севера. У нас был квест, и нужно было что-то командообразующее. Нам дали примеры символики северной, мешок, ленточки. Мы заработали в процессе выполнения заданий на квесте. Почему-то сразу появились… Мы назывались писец. Писец – это не только ценный мех, но и два килограмма мяса. Вот, поэтому нужно было что-то милое применить, все. Сразу надели на голову. Вот. Писец – невеста получился. Впрочем, такие вот развлекательные мероприятия на форуме проходят нечасто. Молодежь здесь проходит образовательную программу, разработанную в партнерстве Федерального агентства по делам молодежи с компанией «Газпром» в НИИ ГАЗ. Как отметил глава Росмолодежи Александр Бугаев, случайных людей на форуме нет. Конкурс был как хороший УЗ – 10 человек на место. А если говорить о волонтерском корпусе, для того, чтобы принять участие в организации этого мероприятия, и того больше – 40 человек на место. Здесь 175 участников – это люди, осознанно сделавшие свой выбор в пользу специальностей, связанных с арктическим регионом. И, конечно, мы не можем физически принять всех, но будем стараться расширять такого рода проекты и расширять их в совершенно разные стороны. И в том числе и для профилирования молодежи, для создания интересных средств, в которых бы молодой человек мог себя найти. Молодых людей интересует все, что связано с развитием арктического региона – от промышленного освоения до социальной политики. Об этом они говорят в ходе встречи с главой Ниинского округа. Представительницу Чукотки интересуется, развивается ли в регионе кочевое образование, в частности, кочевые школы. Игорь Кошин отвечает, что гордость региона – это создание первого кочевого детского сада. С кочевыми школами история совсем другая. Когда дети становятся чуть постарше, мы ушли от кочевых школ, потому что невозможно в кочевой школе дать весь тот необходимый набор знаний, который потом понадобится в дальнейшем. И, конечно же, это система интернаты. Я понимаю вашу реакцию, но только так можно дать знания. Не осталось без внимания тема строительства дороги на Рима-Русинск, строительства завода СПГ и порта Биндиги. Повышение качества жизни северных территорий, развитие форм господдержки коренных народов, новый подход к инфраструктурному развитию, новые практики. Эти темы во второй день работы форума обсудили губернаторы Северного форума. История Северного форума достаточно большая, солидная, интересная. Еще в 70-е годы XX века на ряде научных конференций встречи с руководителями регионов разных стран подчеркивалась необходимость интеграции регионов Арктического Севера для обмена опыта, для обсуждения общих, для многих регионов и многих стран проблем. И это тогда уже вызывало большой интерес общественности. Уже в начале 90-х годов был учрежден Северный форум и качественную работу. И думаю, что во многом активность регионов Арктического Севера, работа Северного форума привела к созданию межгосударственного объединения Арктического Союза, который с конца 90-х годов обсуждает уже крупные глобальные межгосударственные прогрессы. В настоящее время Северный форум объединяет 14 регионов, и его состав постоянно увеличивается. Так, за последние полтора года в их состав вступили Аляска и Лапландия, а также регионы России, такие как Магаданская область, Приморский край и Ненецкий округ. Нам нет необходимости в 21 веке изобретать велосипед. Очень многие вещи уже придуманы далеко до нас. Мы очень активно взаимодействуем с Норвегией по проекту телемедицины. Понимаете? Потому что очень многие вещи уже придуманы и нашими партнерами, нашими соседями по Арктике. Поэтому главный итог и Арктического форума, и Совета северных губернаторов – это как раз-таки взаимные контакты и взаимный обмен мнениями, но это бесценный опыт и практика. Арктика очень хрупка, и в очень быстро меняющемся в 21 веке не надо тратить время на изобретение уже изобретенного. Кульминацией двухдневного Арктического форума стало пленарное заседание «Человек в Арктике» с участием президента России и президентов Финляндии и Исландии. Владимир Путин отметил, что столица русского севера Архангельск уже второй раз принимает форум, и это не случайно. Архангельск связан со знаковыми событиями и именами ученых, открывших дороги полярных широт. Так, в этом году исполняется 85 лет экспедиции Оттошмита, которая впервые прошла из Архангельского порта до Тихого океана, за одну навигацию и положила начало регулярному садоходству вдоль берегов Сибири, легендарному Северному морскому пути. Значение Арктики многократно возрастает и сейчас. Это регион, от самочувствия которого зависит климат всей планеты. Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию. Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства. При этом данные задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем. И отрадно защита полярной природы входит в число ключевых приоритетов международного сотрудничества в этом регионе. Так же, как и научная кооперация. И здесь нужно вспомнить еще одну важную дату истории Арктики – 80-летие советской дрейфующей станции «Северный полюс». Продолжающая ее традиция российская ледовая база «Борнео» – общий дом для исследователей со всего мира. Сотрудничество ученых, широкий обмен опытом и программами особенно важны, учитывая масштабы планов освоения этой территории, в том числе в рамках больших международных проектов. Программа по экономическому развитию Арктики включает более 150 проектов, инвестиций в которые оцениваются в триллионы рублей. Прежде всего, поддерживаются инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и создания опорных зон развития. Особое внимание уделяется и развитию Северного морского пути. Изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его практически круглогодичной артерией. Во всяком случае, в ближайшее время, уверен, так и произойдет. Причем эффективный и надежный, имеющий огромный потенциал для российской, но и для глобальной экономики. Я уже поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы. Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Северного морского пути, что позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. При этом хорошо понимаем, для того, чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов, от сырья до контейнеров, необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия. Главная тема форума «Человек в Арктике» и программа мероприятий позволила всесторонне рассмотреть этот вопрос. Арктика из края земли должна превратиться в территорию, привлекательную для жизни и труда. Международный арктический форум регулярно проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив арктического региона. В этом году форум собрал на своей площадке более 2400 участников, в том числе 468 представителей средств массовой информации из России и 31 страны мира.